Скуби-Ду-Би-Ду, где же ты? У нас работы много. Скуби-Ду-Би-Ду, поспеши скорее на подмогу. Скуби-Ду. В 2004 году вышел фильм Скуби-Ду-2, который я, естественно, посмотрел на ВХС-кассете, буквально взяв ее в прокате. Да, это были те времена, когда ты мог отправиться в прокат, взять кассету, прийти домой и посмотреть фильмец, перематывая потом постоянно пленку. И когда через месяца 3-4 я пошел в магазин игры и увидел игру по Скуби-Ду-2, я, естественно, всех вокруг задолбал, но сделал так, чтобы мне купили эту игру. Я поиграл в нее, и знаете, она мне понравилась. И вот спустя сколько времени я ее скачал вновь и понял, что я такой был в детстве говноед. Вы что, думаете, что все не настолько плохо? Сейчас я все расскажу. Хотя, стоп. Для начала знаешь, что хочешь. Ты же сидел там ВКонтакте, да, сидел ВКонтакте? Ну-ка, обратно ВКонтакте повернись. Короче, так как Ютуб очень интересно работает и очень классно приносит уведомления, и вообще как-то мне нужно держаться с вами на связи, прошу зайти в мою группу ВКонтакте и напишите сообщение в моей группе. И знаете, что нужно написать? Плюс. Просто один символ. Плюс. И благодаря этой штуке ты будешь получать уведомления о новых роликах, началах стрима, ну и, конечно же, о всяких новшествах. Например, вот у меня на лайв-канале вышло видео про коллекционки, а вы об этом даже не знаете, потому что некоторые из вас даже не подписались на этот канал. А вот видео вышло, а вот если был бы у вас этот бот, вы бы узнали об этом видеоролике, он, кстати, очень ламповый, поэтому могли бы посмотреть. В общем, вот такая вот фигня. Ну давайте теперь перейдем к рекламе myksgo.net. myksgo.net это сайт, где вы можете достать классные оружки для ксго. Вот правда, вот если бы у меня был батя, он бы доставал оружие только там, чтобы меня ими бить. А благодаря промокоду STINT1337 вы получаете 30% к пополнению. В общем, ссылочки в описании, а мы переходим к игре. Все начинается с момента, где на какую-то тусу подъезжает фургонь, точнее лимузентайн. Или подлетает, учитывая, что колес здесь нет. Про графическую часть даже говорить особо не хочется. По сути, как и про анимации. В частности, анимации поворота. Да, это типичная игра, которая просто рекламирует фильм. Так что неудивительно, что ее делали на похрен. Но, как я и уже и сказал, она в детстве мне нравилась. И даже вот такие вещи, которые и для 2004 года выглядели пипец так плохо. Но это не отпугивало меня. Ладно. В общем, после небольшого диалога в цвете кривого графона, нам показывают одну из немногочисленных катсцен игры. В которой оживает костюм птеродактиля. И это создает панику, и неожиданно на фоне появляется такой вот интересный красивый человек. Который начинает угрожать нашим героям. А после он просто уходит, потому что... Ну, кто его захочет остановить, верно? И после вот этой завязки начинается сам геймплей. А геймплей здесь состоит из мини-игр. Мини-игр для детей. Но не весь. Да, подобные уровни здесь встречаются, братан. Но есть и элементы бродилок, и даже интерактивные катсцены. Правда, из интерактивных здесь только одна штука. Фред решается сразиться с черным рыцарем в дуэли. Только вот наш бойскаут будет на мотоцикле. В отличие от своего врага. От нас же требуется просто направить копье в сторону черного рыцаря. Казалось бы, сделать это легко. Но на деле здесь есть лишь небольшая точечка, в которую следует целиться. Попадание в любую другую приравнивается к промаху. А еще с каждым ходом мышка начинает больше трястись, и задача усложняется. По поводу бродилок. Ну, их в игре, слава богу, немного. Но даже при этом они отличаются друг от друга. Точнее, от цели, которую нам нужно выполнить, дабы пройти уровень. В некоторых нам придется бродить и собирать скупи печенье, дабы добраться до следующей комнаты. В некоторых мы их собираем, дабы перейти к какой-то мини-игре. Где-то это своеобразное объединение первых двух вариантов. А где-то это вообще заявка на какой-то китайский платформер. В учет такое разнообразие, даже в переходной, обычной части игры, достаточно приятно. Хотя, что если я вам скажу, что по ощущениям все это просто... Ну, как будто тебе на руки насрали и заставили это обмазать по клавиатуре. А потом сказали, облежи это и набери там, не знаю, свою пароль от ВКонтакте. Вот примерно такие ощущения. Не сосчитать, сколько раз у меня подгорало от кривого управления, построенного на движении юнита до мыши... Или от какого-то камуфляжного расположения скупи-снэков, без которых мы, естественно, дальше не пройдем. В результате даже относительно простые уровни становились сложными. Но не из-за того, что они такими задумывались. А просто потому, что разработчики делали все наспех. Квестовая часть игры вообще будто для галочки. Нет, серьезно. Если ее убрать и поставить вместо их какие-нибудь кат-сцены, вообще ничего не изменится. Поиск предметов? Ага, конечно. Максимум понажимать на всякие колодцы, окошки и получить доп. очки, которые считаются в самом конце игры. И которые не будут влиять на прохождение. Я понять не могу, почему в эти моменты нельзя было вставить какие-то пасхалочки. Или там просто вот, чтобы эти улики где-то использовались. А по факту это просто какая-то заурядная анимация, которую, видимо, авторы сделали под спайцами. У меня другого объяснения просто нет этому. Про то, насколько изначально хреновый сюжет Скуби-Ду 2 переделали для игры, сделав еще хуже. И даже говорить не хочется. Чтобы на протяжении 20 минут не вдаваться подробностей этого, просто покажу вам концовку, чтобы вы все сразу поняли. Если верить фильму, да и вообще концепту Скуби-Ду, тут как минимум должны снять маску с главного злодея, дабы мы узнали, кто это, и выяснить, правильно ли были рассуждения наших героев. Но тут этого нет. Даже после игры в гребаной специальной базе корпорации Тайн нет имени главного злодея, хотя, очевидно, оно должно появиться. Но больше всего я проорал с бонус-паролем. Когда я играл в детстве, у меня, естественно, его не было. Поэтому было предположение, что нормальная финальная катсцена с разоблачением злодея находится как раз-таки вот за этим бонус-паролем. Ну и вот, благодаря современным технологиям, спустя 14 лет, я узнал, что за этим паролем стоит мини-игра, в которой мы должны за каждого из героев выиграть танцевальном баттле главного злодея. А для этого нам нужно просто нажимать на нужные картинки в нужное время. Братан, понимаешь, этого я ждал 14 лет. 14 лет я ждал, чтобы узнать, что вот там будет такое. И, возможно, некоторые люди из вас, которые не особо знакомы с этой игрой, подумают, ну, наверное, это какая-то особенная мини-игра. И она очень должна разнообразить, скажем так, и скрасить концовку. Хер там! Данная мини-игра встречалась мне два раза на двух одинаковых уровнях. Точнее, эти два уровня были на одном уровне. Я, наверное, вас еще больше запутал, да? В фильме был момент, когда Скуби и Шегги решили замаскироваться и пробраться в бар с бывшими злодеями, дабы заполучить немножко информации. Тут это тоже есть, но сделано слегка странно. Я еще могу понять момент выбора шмота для наших героев, не считая забагованные одежки Шегги. Хотя, надо признать, если учитывать, что он идет к монстрам, то маскировку у него шо надо. Но то, что происходит в самом баре, это попросту растягивание времени прохождения. Два одинаковых уровня, где сначала мы бродим за Скуби, собирая печенье, а затем играем в тот самый тектоник батл с монстром, а потом то же самое, но за Шегги. И знаешь, что потом? Потом мы фигачим еще один танцевальный батл, но уже вдвоем. Но значит ли это, что игра состоит только из контента, который сам себя растягивает? Конечно нет. В Скуби Ду 2 есть прикольные головоломки, которые сами же из себя делают мемы. Какие мемы, спросите? Да вот, мини-игра, где Скуби предстает перед нами в разных вариациях. Кстати, никогда не понимал здешнюю логику. Могли бы оставить Скубика очком, зачем было его возвращать в старую форму? Или это из-за того, что вы нормально не смогли реализовать бицуху? Также в игре есть ламповые миссии горки. Разносортные тиры по монстрам. Где-то вы просто едете и стреливаете их, а где-то вы, как Дмитрий Масликов, сидите в доме с привидениями и пытаетесь выжить. А еще монстров можно убивать, съедая, съедая их в миссии за Шегги и Скуби. Да, и не хотел бы, будучи монстром сахарной ватой, оказаться с ними в лифте. Даже есть переделанная вариация Бородила, где на еле-еле управляющейся машине мы должны спасти энное количество людей из города, в котором буйствуют монстры. Все это клево выглядит для детского сегмента. Да и некоторые из них смогут доставить даже более-менее взрослому человеку. Но между мини-играми творится вакханалия. Сюжет даже не пытаются подтянуть под мини-игры, чтобы это хоть как-то логично было связано. Яркий пример. Мы провалились под землю, когда пытались пройти в старый дом. И нам предлагают мини-игру, в которую мы ловим через отверстие падающих людей. Откуда они взялись и почему, хрен его знает. Знаешь, что забавно, братан? До этой игры выходили очень неплохие проекты по Скуби-Ду. И они действительно нравились людям. Все такие, господи, что это за проект? Я хочу в него поиграть. Хотя, наверное, некоторые скажут, ну нехорошо же сравнивать подобное. Это же все-таки квестовая игра. Поэтому и надо сравнивать ее именно с квестовыми играми. Да, без проблем. Скуби-Ду. Призрак парка развлечений. Игра, которая вышла в 1999 году и из-за которой, наверное, булка моя не соединяется. Возьму другую. И что более забавно, она внешне выглядит чуть хуже, чем наш шедевр 2004 года. Но главная разница между вот этими двумя играми в том, что в Скуби-Ду призрак парка развлечений все-таки является квестом. Нас прям заставляли делать то, что делают одноименные герои в мультфильме. А в Скуби-Ду 2 квест лишь для видимости. Потому что главная суть здесь это набор мини-игр, которые между собой соединены пародией на сюжет фильма. Честно скажу, если бы данная игруха была бесплатной, то или, например, была бы как дополнение какой-нибудь другой игре по Скуби-Ду, я бы даже слова не сказал. Но вот эти модельки, сама концепция и некоторые иные смешнейшие мини-игры просто не дают успокоиться и принять тот факт, что эта игра продавалась на отдельном диске. Причем продавалась под нормальной такой цене. Хотя, знаете, сейчас это даже смотрится орно. Нет, серьезно. Это одна из тех ситуаций, когда настолько плохо, что даже хорошо. В какой еще игре настолько криво сделано, да... Да абсолютно все. Забавно выходит, в 2004 году эту игру считали калом-калом, а сейчас она даже заставляет немного улыбнуться. И кто бы мог подумать, что спустя столько лет данная игра сможет зайти 23-летнему парню. А может быть, просто я сошел с ума и начал восхвалять подобные игры. Да хрен его знает. Вот, держи худоги, можешь возвращаться к своему контактику, как ты сидел до этого, извиняюсь, что отвлек. Давай, братан, играй в хорошие игры. Эй, 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 эй. А я поиграю в плохие. Ты чего ушел, друг? Я... ну не... ну я закончу-то с тобой. Удачи, пока. Все, теперь можешь идти. Пока. Ну, я обиделся. Субтитры сделал DimaTorzok